Добрый день! На этом уроке мы познакомим вас с маленькой, но шустрой программкой Мозаика. Наверняка вы видели большие плакаты с изображением девушки, сформированным из сотен миниатюрных фотографий других девушек методом мозаики. Животрепещущий вопрос, а как это сделано, будоражит умы любителей коллажа. Программка Мозаика неправдоподобна маленькая по размеру среди семейства подобных программ. Но тем не менее она обладает полной функциональностью. При первом же запуске программы она предлагает вам создать новую библиотеку из исходных маленьких мозаинок. Самый длительный процесс это подготовка маленьких изображений, потому что их должно быть несколько сотен для качественной прорисовки. Они должны быть с разной цветовой гаммой и для того, чтобы программа не сильно долго работала, они все должны иметь маленький размер, порядка 150-100 пикселей. Мы полагаем, что вы найдете пару сотен фотографий, а вот как их быстро уменьшить, мы сейчас вам покажем на примере или последовательности действий в фотошопе или в программе ACDC. Откроем фотошоп и в нем откроем один из файлов, который нам нужно будет уменьшить в размере. Перейдем на палитру Action и нажмем кнопочку внизу, вторую справа. Это создание нового экшена, новой последовательности действий. Назовем ее 150 пикселей. Нажмем кнопочку Record и приступим к записи последовательности. Первая команда из последовательности это команда Image, Image, Size. Мы вверху указываем число 150 и этого достаточно. Окей. Теперь сохраним файл командой Save for Web. Сильно большого качества JPEG нам не нужно. Хватит 45-50%. Save. И записываемся в другую папочку. Сохранить. Теперь закрыть файл без сохранения. И можно останавливать наш экшен вот этой кнопочкой квадратик голубой. Мы записали последовательность действий. Теперь мы можем эту последовательность действий применить на всю папочку с файлами. Для этого выберем команду File, Automat, Batch. Здесь по умолчанию сверху выбирается только что записанный экшен. И нам остается только выбрать папку, которую нужно обрабатывать. Вот выбрали папку и нажимаем кнопку ОК. Photoshop сам автоматически обрабатывает файлы. Можно откинуться на спинку кресла и подождать, пока он обработает все файлы из папки. Мы подготовили очень много изображений, но для вот этого примера выбрали только 20, чтобы это было не слишком долго. Вот они все попали в папочку Preset. Их размер уже 150 точек по горизонтали. В программе ACDC тоже есть механизм по уменьшению изображений. Для этого нужно выделить изображение, которое необходимо уменьшить. И выбрать команду Tools, Resize Image. Здесь нужно задать опцию Размер в пикселах. Написать 150, 150. В опциях нужно указать опцию Заменить оригинальные файлы. Перезаписать, то есть. И в компрессии JPEG выбрать поменьше. 45. ОК. ОК. Start Resize. Нажимаем и ждем. Довольно быстро ACDC обрабатывает список файлов. Вот они все уже по 150 пикселов. Теперь перейдем в программу Mosaic. И нажавши кнопочку Next, выберем папочку с исходными изображениями маленьких мозаинок. Вот наша папочка исходники. ОК. Уберем галочку Включать внутренние папки. И нажимаем Next. Здесь выбираем JPEG. Снова Next. Здесь выберем пропорцию. 4 на 3. Next. Здесь нужно выбрать файл для записи базы данных. Next. И нажать наконец-то кнопочку Create. База данных создается. Здесь справа видно, как добавляется изображение. Сверху идет счетчик. У нас 1925 количество. Теперь время загружать изображение, на основе которого у нас будет создана мозаика. Вот это кнопочка Open Image. Открываем нашу девушку. Задаем количество мозаинок по горизонтали и вертикали. Здесь будьте внимательны. Нужно правильно подсчитать количество имеющихся у вас мозаинок, чтобы произведение вот этих чисел первого и второго было меньше или равно количеству исходных мозаинок. У нас 1925. Это и есть произведение 35 умножить на 55. Вот кнопочка Max. Мы только что разогнали сетку до пределов изображения. И нажимаем Apply. Записываемся еще раз в базу. Наконец-то делаем сам фокус-покус. Нажимаем вот эту кнопочку. Render Mosaic. Прорисловка мозаики. И наслаждаемся тем, как программа сама автоматически из базы выбирает наиболее подходящие мозаинки для каждого участка. Не обязательно все картинки из базы могут использоваться. Может быть много повторов, но общее впечатление все равно грандиозно. Вот издалека смотрится как более-менее похожая картинка. Для любителей ручного подбора существует кнопочка Manual Render, которая последовательно для каждой клеточки, для каждой мозаинки можно вручную выбрать изображение. Но мы нажмем на кнопку Сохранить результат. Можно добавить вот такого цвета окантовку в 3 пиксела. И нажать кнопочку Save As. Сохранить как. Сохраняемся. Закроем это окно и откроем еще одну фотографию, чтобы увидеть, как прорисовываются глаза. Здесь произведение, которое уже подсчитано мной. Это 42 на 45. Кнопочка Max разгоняем. Apply. Записываемся еще раз. И теперь смотрим, как будут прорисовываться глаза. Вот как подберутся изображения для глаз. Получается, конечно, не совсем естественный цвет кожи. Но для этого нужно подбирать исходное изображение того цвета, который нам нужен для цвета кожи. Сохраним и это изображение тоже. Save As. Сохранить. Ок. Закрыть.